Сестра спрашивает, как мне стать идеальной женщиной? Ты не сможешь стать идеальной. Так же и мужчина не может быть идеальным. Однако, держись прямого пути и ищи приближение к Аллаху. Старайся всей правильностью приблизиться к идеалу. Как сказал Всевышний Аллах, те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками. Поэтому человеку, чтобы оказаться среди этих людей, на самом деле нужно будет приложить усилия, трудиться в совершении благого. Начало будет трудным, но концом будет наслаждение. Как сказал Ибн Шубрума, «Клянусь Аллахом, в наших сердцах такое счастье, что если бы о нем узнали короли, то сражались бы с нами за него». Поэтому первое время будет тяжело, так как душа нуждается в дрессировке. Человек должен приучать свою душу к тому, чтобы она утвердилась на чем-то одном, то есть на истине. Если она утвердится на истине, то человек будет счастлив в обоих мирах. Как женщина, так и мужчина, если захочет быть идеальной или быть вместе с идеальными людьми, то ей нужно держаться подальше от грехов и выполнять свои обязанности по мере своих сил. Как сказал Всевышний, «Бойтесь Аллаха, насколько вы можете». Также следует повелевать одобряемое, удерживать от порицаемого, оставить дурной нрав и совершенствовать в себе благие качества, проявлять почтительность к родителям, добро к своим детям и соседям. То есть все те дела, которые нам повелевает Всевышний Аллах. И мне кажется, что если бы человек почитал книгу «Сады праведных», эту благословенную книгу, и будет придерживаться того, что в ней написано касаемо нравов и другого, то по воле Аллаха он будет в числе идеальных людей. Книга «Сады праведных» — это великая книга, которой Аллах предписал принятие и популярность среди людей. И мне кажется, что тот, кто прочитает ее и будет придерживаться того, что в этой книге, тот будет среди идеальных людей. Пусть Аллах сделает всех нас из числа идеальных людей и поможет в стремлении ко всему, что Он любит и чем Он доволен.